Привет, дорогие друзья! Что такое плёночные цвета и как обрабатывать цифровые фотографии под плёнку? Существует ошибочное мнение, что плёнка — это зелёный в тенях, пересветы, отсутствие абсолютно контраста, блеклые такие фотографии и куча шума. Это заблуждение понятно, откуда возникает. Люди скачивают VSCO-фильтры, в Lightroom обрабатывают с помощью них фотографии, у них получается зелёный в тенях, яркие какие-то кислотные цвета, и они думают, что это так и должно быть. На самом деле, давайте посмотрим, что такое плёночные фотографии, и найдём своё понимание того, что же нам нужно делать с фотографиями, чтобы получились красивые цвета. Я специально буду вам показывать эти фотографии, чтобы вы обратили внимание на то, что плёнка сама по себе разная, и во многих случаях цвет её, конечно, зависит, как и в цифровой фотографии, от условий, в которых вы фотографировали. Но всё же есть нечто общее. В первую очередь, это чистый цвет. Следующим пунктом идёт правильный баланс белого. Особенный контраст. Вот эта красота, какая-то объём, воздушность получается не из-за того, что мы просто убираем контраст, как это принято у многих фотографов, а мы делаем его специально особенным, похожим на плёночные изображения. У меня 4 года практики, когда я свожу плёнку и цифру, и я, уж поверьте, не понаслышке об этом знаю. Это отсутствие кричащих оттенков. Опять на привет, VSCO, и не знаю, как вообще народ им пользуется. И, в конце концов, это гармония цвета и контраста. Я подготовил несколько изображений, снятых одновременно на цифровую камеру и на плёночную, и покажу наглядно мой подход к обработке фотографий. Ну, конечно, я скину все пресеты, скину исходные изображения, и всё необходимое, что потребуется для такой обработки, чтобы вы могли повторить это дома. Так вот, плёночная фотография, следующая за ней, цифровая фотография, точно та же девушка, точно в то же время снята, и исходник. Было вот так, стало вот так, а вот так выглядит плёночная картинка. И сейчас я вам покажу, как этого добиться. Если ты хочешь получить эту информацию и применить её на практике уже завтра, переходи по ссылке под этим видео. Продолжение следует...